МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отец девочки, нарисовавший на уроке в школе антивоенный рисунок и отправленный за это в приют, приговорен к двум годам колонии по статье о дискредитации российской армии. Накануне оглашения приговора он сбежал из-под домашнего ареста. Александр Лукашенко не отреагировал немедленно на заявление Владимира Путина о размещении в Беларуси российских ядерных боеголовок. Что спровоцировало такой накал протестных акций в Израиле. Также сегодня. Мне кажется, сейчас, может быть, в большинстве родов войск есть достаточно системное хорошее обучение. Достаточно ли оно идеальное? Нет, оно не идеальное. Можно ли его улучшить, если места, где нехорошо обучают или недостаточно хорошо обучают? Очевидно, что есть. Дискуссия в Украине по проблеме подготовки новобранцев для ВСУ. Суд города Ефремов в Тульской области вынес сегодня приговор Алексею Маскалёву, отцу 13-летней Маши Маскалёвой, отправленной в приют за антивоенный рисунок, на котором женщина рядом с украинским флагом защищает дочь от летящих российских ракет. Маскалёв, который один воспитывает Машу, приговорён к двум годам колонии по статье о дискредитации российской армии за пост в социальных сетях про убийство мирных жителей в Буче, военнопленных в Еленовке и за то, что он называл российский режим террористическим. Сама Маша в приюте уже три недели, связи с ней нет. Вот что Алексей Маскалёв говорил в последний день судебных слушаний по его делу. Если сейчас попросить мнение о том, как вы относитесь к специализации украинцев, я думаю, что сзади сидящие, находящиеся в селе, наверное, в очереди даже процентов скажут, что они против. Я согласен с ним. Ну как можно относиться к святым, к людям, которые погибают? Желослые населения, дети, да, отрицательные. Конечно. Ну как можно не относиться к святым? Но скатываться до того, чтобы писать какие-то негативные вещи, что-то для скатывания, я этого не делал. На оглашение приговора сегодня Алексея Маскалёва не было. И вот, как объяснила это пресс-секретарь суда города Ефремов Ольга Дьячук. Вчера закончилось судебное разбирательство по делу Маскалёва. Ему было предоставлено последнее слово. После последнего слова судья, перед тем, как удалился в совещательную комнату, назвал время и дату оглашения приговора. Согласно уголовно-профессуального кодекса Российской Федерации, в статье 3010, сегодня был оглашен приговор. Но подсудимый, господин Маскалёв, на оглашение приговора не присутствовал. Потому что сегодня ночью он сбежал из-под домашнего ареста. Это была пресс-секретарь межрайонного суда города Ефремов Ольга Дьячук. Сразу после её слов в зале суда раздались аплодисменты. Теперь о ситуации в Украине. Минувшей ночью ряд областей страны подвергся обстрелу дронами и управляемыми авиабомбами. Как утверждает командование ВСУ, были сбиты 12 из 13 беспилотников шахет. Один шахет взорвался, упав на частное предприятие в Днепре. Российские войска также применили во время этой атаки две управляемые авиационные бомбы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о пожаре в магазине в Святошкинском районе Киева. Позже глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что все направлявшиеся к Киеву дроны были сбиты, а пожар был вызван падением обломков одного из них. Ракетному обстрелу подверглись также Харьковская область и город Краматорск в Донбассе. В Украину продолжает поступать военная техника из стран НАТО. Германия передала ВСУ 18 танков «Леопард» на 4 больше, чем планировалось. Танки прибыли также из Португалии. В Украине в середине марта вспыхнула дискуссия вокруг подготовки новобранцев для ВСУ. После того, как командир батальона отдельной аэромобильной бригады ВСУ Анатолий Козел, позывной купол, в интервью газете «Вашингтон пост» заявил, что качество подготовки новобранцев очень низкое. Позже он отметил, что не собирался провоцировать скандал, хотел указать на проблему. Масси Наем, руководитель организации, защищающей права ветеранов ВСУ, считает, что такая проблема действительно есть, но командование украинской армии старается ее решить. Насколько проводится сейчас лучше или хорошо по сравнению с тем, что было, например, в 2016 году, или в 2015, когда я воевал, мне кажется, она проводится лучше. Почему? Потому что она проводится хотя бы, грубо выражаясь, мы занимались именно теми вещами, чем потом приходилось заниматься на войне. То есть в 2015 году, например, мы учили рейд. Какой рейд? Зачем мы его учили в 2015 году? Если даже задача их не ставилась, и в плане даже не было такого. В этот раз мы учили штурмовать и ходить в разведку в толпу врагу. И мы выполняли эти задачи. Мне кажется, сейчас, может быть, в большинстве рода войск есть достаточно системное хорошее обучение. Достаточно ли оно идеальное? Нет, оно не идеальное. Можно ли его улучшить, если места, где нехорошо обучают или недостаточно хорошо обучают? Очевидно, что есть. Насколько это системная проблема, я думаю, что не могу иметь этой информации во всей Украине. Я часто скажу вам, раз в 5-6 точно видел и знаю информацию от ребят, которые имели проблемы с обучением. Не понимали, в чем проблема в том, что их не обучают, почему их не обучают, а потом ставили задачи быть на передке. То есть мы же учим сейчас не многостаточника, правильно? То есть не то, чтобы человек пришел, я умел на танки ездить, с артиллерии стрелять, пойти в разведку и так далее. Если понимать, какой род войск, для чего мы мучим, 35-40 дней, в принципе, нормально для того, чтобы свою узкую задачу он выполнил. Понимаете, если бы нас с вами сейчас учили бы металлургийному делу, мы бы не знали, а как нас научить так, чтобы мы не умерли на этом заводе. Поэтому ребята не знают, как улучшить это. Но они понимают, что, очевидно, у них не хватает, например, знаний о том, как выжить во время арт-обстрела. У них нет понимания, например, кто-то не умеет обкапываться, кто-то не умеет элементарно стрелять, кто-то не умеет пользоваться ночниками, либо прибор ночного видения ночью, понимаете? И для того, чтобы иметь эти навыки, нужно тренироваться. Чтобы штурмовать, это вообще отдельная история. Чтобы ходить в разведку, это тоже другая история. То есть для этих всех задач нужно иметь не только теоретические, но и практические навыки. Лично я понимаю, по тому подразделению, о котором я говорю, понимаю, что и мне, и, наверное, их, скорее всего, будут кидать расстоять в обороне. Я не думаю, что они пойдут на штурм. Но если эта задача даже будет стоять, то, ну, понимаю, что будут большие, скорее всего, потери, не дай бог. Поэтому в этой части, конечно, не хватает того, чтобы и ребятам объяснили, показали, и в какой-то период времени хотя бы дали возможность практически натренировать свой опыт. Вот в этой системе координации, я думаю, что, может быть, был бы успех, если бы, опять-таки, тех ребят, которые ранены, вот меня... Отправьте, пожалуйста, учить этих ребят. Мы же можем. Мы объективно можем. И мы знаем, как им рассказать. Толково рассказать. Надо сказать, что такое, что дало бы им выжить. Вот я сейчас могу детально рассказать, чего им нужно делать на войне, чтобы не подорваться на мине. Я же могу это рассказать, да. Почему? У меня есть этот опыт. Пожалуйста. Это было мнение Масси Наема, руководителя организации «Защищающий права ветеранов ВСУ». Руководство Европейского Союза намерено принять ответные меры в случае, если в Беларуси действительно будут размещены российские ядерные боеголовки, как об этом заявил 25 марта Владимир Путин. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стана отметил, что в Брюсселе ждут официальной реакции Минска на это заявление президента России. Мы готовы к любому сценарию, мы пересматриваем подготовку по мере развития конфликта, эскалации, агрессии. Давайте не заходить так далеко на данном этапе. Вначале важно отклонить это объявление и посмотреть, что сам Лукашенко и белорусский режим, который уже замешан в этой войне, что они скажут на это. Но это было бы эскалацией, это было бы риском для европейской безопасности. И страны-участницы ЕС не оставят это без ответа. Говорил представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стана. А официальный представитель НАТО Анна Лунгеску обвинила Владимира Путина в опасной и безответственной ядерной риторике. Вот что говорится в ее заявлении, распространенном в социальных сетях. Мы не видим никаких изменений в позиционировании российского ядерного оружия, которые бы заставили нас скорректировать наши собственные позиции. Мы готовы защищать всех наших союзников. Российские отсылки к распространению ядерного оружия НАТО направлены на введение в заблуждение. Союзники НАТО ведут себя в полном соответствии с их международными обязательствами. Россия регулярно нарушает свои обязательства по контролю за вооружениями, недавно приостановив участие в договоре СНВ-3. Россия должна вернуться к договоренностям и действовать добросовестно. Это был фрагмент распространенного в социальных сетях заявления официального представителя НАТО Анны Лунгеску. Вообще интервью с Владимиром Путиным, в котором он заговорил о передаче Беларуси ядерных боеголовок, вышло на телеканале «Россия» в субботу 25 марта. В воскресенье белорусские государственные телеканалы, рассказывая об этом, цитировали сделанные ранее Александром Лукашенко заявление о том, что Беларусь хотела бы вернуть себе статус ядерной державы. Наступил понедельник, но Лукашенко интервью Путина так и не прокомментировал. Сегодня было объявлено, что 31 марта Лукашенко обратится с посланием к парламенту Беларуси, а 6 апреля примет участие в заседании Высшего государственного совета Союза России и Беларуси. Естественно, вместе с Владимиром Путиным. Мой собеседник – белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Виталий, Александр Лукашенко в понедельник провел совещание, о нем сообщалось публично. Он объявлял о ротации руководящих работников на местах, говорил о ценообразовании, о других проблемах, но ни словом не упомянул о ядерном оружии. Чем это можно объяснить? Действительно, Лукашенко сам пока ничего не говорил. И единственное, что можно говорить о реакции официального Минска, это была реакция пресс-службы белорусского МИДа, который заявил, что размещение территории Беларуси российских ядерных ракет станет ответом на санкции и не противоречит договору о неспространении ядерного оружия. Почему же молчит сам Лукашенко? Ну, возможно, несмотря на все многочисленные встречи с Путиным, именно такая форма, что про это сообщил Путин, для него была достаточно неожиданная. Тоже аналитики по-разному оценивают последствия этого шага для Лукашенко, потому что, с одной стороны, да, он, наверное, считает, что этим он защищает тебя, там такой ядерный зонтик, прежде всего, от каких-то потенциальных агрессоров, он все больше боится, что кто-то там или полк Калиновского, или Польши, или Литва может вторгнуться в Беларусь именно с целью не завоевать Беларусь, а с целью лишить его власти. И, наверное, размещение российского ядерного оружия он воспринимает как такой зонтик, который именно спасет его от любого внешнего и внутреннего врага, потому что, ну, вот если, например, белорусы снова поднимутся на, скажем, протест, на революцию, то в условиях, если на территории Беларуси будет российское ядерное оружие, как раз много говорят о том, что сейчас же однозначно Россия будет предпринимать какие-то меры против такого протеста, чтобы в том числе защитить не только Лукашенко, но и защитить свой ядерный объект, если он все же на территории Беларуси будет, о чем многие все-таки именно специалисты и технические, и военные высказывают очень большие сомнения. А есть ли какая-то общественная реакция на вот это заявление Владимира Путина? Ведь Беларусь в глазах очень многих превращается чуть ли не в ядерную державу. Как к этому относится население? Интересно тоже, как реагирует государственная пропаганда. Да, именно вот в связи с этим сообщением социологи публиковали результаты своих исследований, которые были в прошлом году, но, естественно, что более свежих нет, по которым около 80% белорусов выступают против размещения в Беларуси ядерного оружия. Оно проводилось в прошлом году, потому что, напомнить стоит, что Лукашенко уже не раз заявлял, что он не против этого. Более того, он давно просит разместить тактическое ядерное оружие российское в Беларуси. Поэтому были такие социологические данные, что около 80%, при том, как и противники Лукашенко, так и в значительной степени даже сторонники Лукашенко выступают против этого. Кстати, в том числе и этим аргументом, возможно, объясняется молчание Лукашенко, но, видимо, он все-таки вынужден будет что-то сказать. Что касается пропаганды, то она, конечно, довольно осторожна, но, естественно, что позитивно восприняла этот шаг, заявляется о том, что это вынужденное решение, что Запад поднимает ставки. Вот так, например, сказал председатель Белой Руси. Это общественное движение, которое, видимо, сейчас уже дан старт и будет превращаться в правовластную партию вроде «Единой России». Ну, а известный телеведущий Григорий Озаренок, он в своем стиле заявил, что будет плавиться Варшава, потонет Вильнюс, мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте, и так совершится потаенное. Ну, вот это приложит стату, просто чтобы наши слушатели представляли, какой уровень маразма есть сегодня в белорусской пропаганде, которая даже сравнима с северокорейским или советским. Моим собеседником был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. И, кстати, о пропаганде. Многие обратили внимание, что главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян в очередном выпуске программы Владимира Соловьева заговорила ни много ни мало о репарациях России и Украине. По ее словам, Украине могут быть переданы 300 миллиардов долларов, арестованных сейчас в странах Запада российских активов, в качестве компенсации за захваченные украинские территории. Вот этот фрагмент. Я предлагаю выход. Значит, они выплачивают эти деньги в счет нашей покупки тех территорий, тех земель, которые хотят быть с нами. Это принципиально. Нам нужны те, кто хочет быть с нами. Нам не нужны чужаки. Львов мне лично не нужен. Зачем нам эти люди, которые нас ненавидят? А вот люди, которые должны быть с нами и хотят на своей земле, эти деньги направляются Украине как бы за них. При этом, чтобы им было не обидно, они это могут назвать репарациями. Они уже стали об этом писать. А мы это будем называть просто покупкой. И волки сыты, и овцы целы. Я считаю, это вполне себе пригодный план. Говорила Маргарита Симоньян. Вряд ли к плану Симоньян стоит относиться серьезно. Однако уже само упоминание репараций, видимых, говорит о том, что восприятие результатов 13 месяцев войны в Украине в Кремле вошло уже в стадию торга, за которой, как известно, следует депрессия и принятие. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 28 марта. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху принял решение отложить рассмотрение судебной реформы до следующей сессии парламента. Это произошло на фоне массовых протестов и забастовок. После этого заявления Нетаньяху крупнейший израильский профсоюз Гистадрут заявил об отмене общенациональной забастовки, возобновил работу и международный аэропорт. Судебная реформа предполагает, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решение правительства. В акциях протеста принимали участие более 600 тысяч человек, при том, что в Израиле проживает всего 9 миллионов. Для стороннего наблюдателя такой накал протестов против изменения системы назначения судей Верховного суда выглядит несколько странно. Вот какие объяснения дает по этому поводу израильский политолог Михаил Пелеверт. Прежде чем дать ему слово, замечу, что в Израиле по ряду причин до сих пор формально нет конституции. Решения принимаются на основе так называемых основных законов, их сейчас 13, и их недостаточно для создания полноценной конституции Израиля. Но давайте послушаем Михаила Пелеверта. Проблемы гораздо глубже пролегают, и вчера Нитаниагу не говорил ни об одной из них. Отсутствие конституции является одной из самых сложных проблем, принципиальных, потому что это отсутствие правил игры. Как вы понимаете, невозможно играть, например, в футбольный матч, если у вас нет правил. Тем более, если есть одна из команд, которая хочет эти правила изменить во время самого матча. В этом заключается одна из проблем. Но вторая проблема пролегает глубже, и она присутствует не только в Израиле, но и в других странах. Это не борьба между разными политическими идеологиями, это борьба между идентичностями. Я бы сказал, что условно израильтян сегодня можно было бы поделить на два больших лагеря консерваторов и либералов, людей, которые верят в абстрактные права человека, и людей, которые считают, что традиция, религия – это нечто очень важное для сохранения общества. Бениамин Нитаниагу сегодня стоит во главе лагеря консерваторов. Этот лагерь демографически сильнее, он просто больше, тогда как в среднем у светских около трех детей на одну семью в лучшем случае у религиозного населения в Израиле эта цифра составляет 6.6. И я думаю, что подспудно очень многие протестующие, которые выходили на улицы за последние недели, они чувствуют угрозу своему образу жизни от нынешней коалиции, потому что нынешняя коалиция оставила за бортом большую часть израильского общества. Я бы, условно повторяю, назвал их светскими либералами. Этот протест давно перерос в вопрос, из кого будет состоять комиссия по назначению судей и каким большинством будет обладать в этой комиссии коалиция. Я думаю, что это борьба за образ жизни. Мы в самом начале формирования нынешнего правительства видели, из чего состоят коалиционные соглашения. То есть это некая дорожная карта, некие десятки, сотни пунктов, которые партии, которые составляют эту коалицию, договариваются реализовывать. В этих коалиционных соглашениях заложено очень большое количество нелиберальных, я бы сказал, законов. Например, один из них — это закон о ужесточении, скажем так, религиозного характера различной бытовой стороны жизни в Израиле. То есть, например, запрет на транспорт по субботам. Это закон, который приравняет учебу в ешеве, в религиозных высших учебных заведениях, к службе в армии и этим самым освободит десятки тысяч религиозных от службы. Это законы, связанные с более консервативными принципами, на которых будет основываться наша страна. При этом у политиков будет возможность решать многие вещи в обходы высшего суда справедливости. Поэтому у десятка высоких тысяч людей, которые в эти дни выходили на улицы, есть достаточно оснований предполагать, что эта судебная реформа — это лишь начало, лишь верхушка айсберга, большого блока очень консервативного законодательства, законодательных идей, которые эта коалиция собирается проводить. Бениамин Таняку, конечно же, мастер ситуативной игры. Он тянет время, но именно этим методом он уже является премьер-министром-рекордсменом. По-моему, он занимает этот пост уже около 14 или 15 лет, гораздо больше, чем первый премьер-министр Давид Бен-Гурион. Поэтому, конечно же, тут еще речь идет о личности этого, вне сомнения, выдающегося человека. Просто кто-то поставит знак «минус» рядом с этим словом, а кто-то знак «плюс». За Нитанягу и за блок, который он представляет, проголосовало достаточное число израильских избирателей, а с другой стороны, оппозиция допустила большое количество ошибок, например, не объединившись. В Израиле у нас так сложилось, что выборы проходят часто, тогда как у правого лагеря, у лагеря консерваторов, есть один лидер, который признан всеми, Бениаминя Танягу, у левых или центристов, у либералов, назовем их там. И так, есть много лидеров, которые конкурируют друг с другом за право быть первым. В этом заключена техническая, стратегическая ошибка либералов, которые не сумев объединиться, потеряли технически несколько сотен тысяч голосов. Если мы возьмем результаты последних выборов, которые состоялись 1 ноября 2022 года, то оба лагеря более не менее получили одинаковое число голосов, приблизительно по 2,5 миллиона, чуть больше. Есть отдельно еще арабские партии, участие которых в руководстве страной до недавнего времени в принципе считалось табу, но в прошлом правительстве во главе с Яиром Лапидом и Нафтали Беннетом арабские партии участвовали в коалиции. И я бы сказал, что это было наиболее важным событием, на самом деле эпохальным, которое запомнится с 1921 и 1922 годов. Бениамин Нетаньягу сумел победить, потому что он объединил и мотивировал, мобилизовал израильского правого избирателя. Повторяю, если мы вспомним то, что я говорил буквально несколько минут назад о демографическом преимуществе правых над либералами, над левыми, то вы понимаете, что тенденция именно такова. Из года в год левым либералам будет все сложнее получать первое место в результате выборов. И, кстати, достаточно удивительно, но есть многие люди, которые возлагают большую надежду на новых прибывших. Репатриантов, которые приехали за последние, ну, скажем так, год или даже 7 лет, начиная с 2014 года. В своем большинстве это люди светские. Речь идет уже о сотнях тысяч людей. Как вы понимаете, это в основном русскоязычные. Приехавшие из простора бывшего Советского Союза, вполне возможно, что у этой массы людей есть шанс изменить, даже если на время, вот эти исторические и демографические тенденции израильского общества. Мнение израильского политолога Михаила Пелеверта. Послушайте время свободы. Состояние здоровья Михаила Саакашвили, по признанию лечащих врачей бывшего президента Грузии, становится критическим. Во вторник мать Саакашвили, профессор Геуля Аласания, сообщила, что ее сын весит сейчас всего 58 килограммов, поскольку, по ее словам, он был отравлен агентами России и по этой причине не может принимать нормальную пищу. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе. Врачи высшей квалификации элитной тбилисской клиники Вивамеды, где бывший президент, находящийся в заключении, лечится с мая прошлого года, уже бьют тревогу. При росте в 195 сантиметров Михаил Саакашвили весит уже 58 килограммов. Он по-прежнему отказывается от калорийной пищи, принимая лишь овощи. В момент ареста 1 октября 2021 года Саакашвили весил больше 120 килограммов. То есть за время заключения потерял уже больше половины веса. Консилиум врачей клиники Вивамеды и руководство медучреждения предупреждают. Очень скоро, буквально в каждый момент, процесс истощения организма может принять необратимый характер, и тогда пациента уже не удастся спасти. Но Саакашвили упорно ссылается на то, что его в тюрьме отравили агенты России, в результате чего он не может принимать калорийную пищу. Пациент еле передвигается в палате и говорит с трудом. Хотя, казалось бы, врачи делают все, что только в их силах. Но они признают, что если пациент не будет принимать калорийную пищу, они бессильны. Клинический директор Вивамеды Зураб Чхаидзе неоднократно давал понятие. Цель Михаила Саакашвили добиться перевода в европейскую клинику. Премьер-министр Иракли Гарибашвили и глава правящей партии грузинской мечты Иракли Кобахидзе уже прямо обвиняют экс-президентов в самовредительстве с целью выйти на свободу. Но так или иначе, ситуация действительно критическая. А известный правозащитник Елена Тевдорадзе, неоднократно представлявшая грузинскую делегацию в ПАСЭ, в беседе со мной высказала недоумение тем, что адвокаты Саакашвили и его семья до сих пор не обратились в Страсбургский суд по правам человека. Кроме решения суда, нет другого выхода его, предположим, освободить, понимаете? А суд ему отказал. И я удивляюсь, что до сих пор его адвокаты не внесли свою, так сказать, залобу в Страсбургский суд. Единственный выход – это решение суда. Другого нету. Заявила госпожа Тевдорадзе. Вопрос, поднятый Еленой Тевдорадзе, действительно интересен. Существует мнение, что сторона защиты не спешит обращаться в Страсбург за неотложным решением о переводе Михаила Саакашвили в зарубежную клинику, поскольку опасается, что вердикт европейского суда может оказаться отрицательным. А это с политической точки зрения будет катастрофой для экс-президента. Тем временем группа польских врачей до сих пор не может получить согласие грузинских властей на посещение высокопоставленного пациента клиники Вивамеди. Минюст Грузии ссылается на некие недостатки в документации. Но, как говорят адвокаты бывшего президента, на самом деле вердикт консилиума польских врачей может стать весомым аргументом для Страсбурга. И власти опасаются именно этого. Освобождение Саакашвили в форме перевода в Европу станет уже их политическим поражением. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси. Это был информационный дайджест «Время Свобода». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. К вашим услугам наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Live». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время Свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова